Здравствуйте! Вы смотрите программу «Семейный портрет». Сегодня мы находимся в гостях у очень интересной семьи, у семьи потомственных служителей буквы закона. Это семья Баира и Татьяны Анаеву. Здравствуйте! Здравствуйте! Баир Николаевич, по традиции представьте, пожалуйста, нам, нашим телезрителям, вашу замечательную семью. Ну, как вы уже сказали, вот моя любимая супруга Татьяна Сергеевна. Это вот мой старший сын Тимур, ему 11 лет, учится в семье в школе, закончил 4 класс, закончил с отличием. Это моя младшая дочка, лапочка, дочка Ассоль. Ей 3 года, ну вот буквально сейчас вот и 24 июня исполнился, это 4 года уже, посещает детский сад. Это мои родители, ветеран в отставке, Анаев Николай Холодович, отработал в органах внутренних дел, 28 лет отдал службу для органов внутренних, 28 лет. Это моя мать, Анаевна Ангелина Даши Цареновна, тоже сейчас на заслуживом отдыхе, работал медицинской сестрой в сфере медицины, здравоохранения. Это моя племянница, то есть, ну, сестра моя родная, Берма Николаевна Петрова, тоже пошла по стопам отца, отработала следователем ОВД Пехемского района, сейчас тоже на заслуживом отдыхе. Это вот ее старшая сестра, моя дочка Арина, это средний сын Руслан, а это вот моя теща. Очень приятно. Наталья Викторовна. Она работает в сфере образования. Ну, вроде всех представил, никого не обидел. Спасибо большое. Буквально несколько вопросов по работе. Скажите, пожалуйста, почему решили стать именно служителем законным, полицейским? Когда вы решили? Да, я уже давным-давно, наверное, уже в школьной скамине, наверное, решил уже быть сотрудником в органах внутренних дел. Как я говорил уже, мой отец с детства уже смотрел на него, брал пример с него, ну, и уже с этого времени я уже твердо решил уже быть сотрудником в органах внутренних дел. Закончил школу и сразу же поступил в школу, в Новосибирскую школу милиции. Ну, где закончил и сразу же вернулся в свой родной город Туран и меня назначили в школу и получил полицию. Спасибо. В общем, начал службу оттуда, с Пехемского района, город Туран. Татьяна Сергеевна, вам вопрос. Скажите, где вы родились, где вы учились и тот же вопрос, почему решили стать полицейским? Ну, родилась я в городе Козырье, а училась в 11-й школе, в 1-майской, которая находится. Поступила на эксперта-криминалиста, я эксперт-криминалист по образованию. Даже не знаю, почему, просто очень хотелось на него попробовать себя в этой сфере. не знаю. Нет, ответ очень простой. Можно я расскажу? Потому что в нашей семье вообще не было мальчиков, трех поколений, не было сыновей, все мечтали, и в каждое поколение на свет появлялись девчонки, соответственно. И вот Татьяна у нас, она такая, у нее чисто мужской характер, сильная, волевая, поэтому, когда она сказала, сначала она начала посещать тренировки в спортивной секции, со своими одноклассниками в шутку, в шутку, все это было в 10-м классе. Потом они ее стали, так скажем, ориентировать. Поступай с нами в МВД. Она занималась танцами, вокалом, мы ее творчески развивали, понимаете, она же девочка. А тут она пришла в один прекрасный день и сказала, все, я буду поступать в полицию. Вот они с одноклассниками сдавали экзамены, и получилось так, что трое одноклассников, с которыми вот она дружила, они не поступили. Вот она одна за всех теперь работает в полиции. Поэтому нельзя сказать, что это случайно, но, наверное, судьба. Я бы так сказала. Да, действительно. Вот, Николай Хабылгович, верно? Вот, скажите, пожалуйста, когда ваш сын был маленьким, вы, наверное, задавали ему вопрос, кем он хочет быть. какой ответ вы чаще всего слышали? Да, конечно, обязательно. Он уже в школе учился, даже в младшей классе. Любил одевать мою форму. Фуражка оденет, китель оденет, там перед верхом ходит. Ну, седьмом, восьмом классе у него уже он уже конкретно сказал, что мечтает быть сотрудниками грудно у нас не делал. Если в обществе, то миссионер. Другой профессор он не видел. Он и на улице пистолет, мою кабру брал, пистолет зашел, бегал, стрелял, все играл. И вот, и вот, мечта сбылась. Ну, естественно, я, конечно, ему рассказывал свои работы будничные. Как дела расслабляли, как преступника ловил, как бандита ловил, на засадах сидел. Ну, так и рассказывал, не знаю, так интересно, детективный, типа детективный рассказывал. Поэтому, я думаю, у него выбор выполнен. То есть, у меня создание... Уже старший класс уже конкретно сказал, что я буду служить милиции. И поэтому же. Ну, я рад был, что воспитался на, что я поставил на правильный путь, в том, будет бороться преступности. Обеспечить людям покой. Так что... Трудные, тяжелые, профессии на самом деле. можно сказать, гимнастии. Вот моя дочка, она в школе любила танцевать, всякие конфеты участвовать. Мы думали, она будет выбрать профессию артиста, лизу, культуры, работе в культуре. Но она вдруг решила после десятка выступать юридически. Ну, юридически, юридически. Я говорю, меня на юридически пошла. Закончила юридически в институт, потом поступила в МВД. Вот она проработала почти 15 лет старшим следователем. И мой старший сын есть тоже. Буян, его зовут. Он сейчас работает в педагогенцентре, заместитель главы, ой, заместитель главы врача. Он выбрал в линии матери в 5 месяцев. Она всю жизнь проработала в медицине и в этот сын выбрал в профессию. Он стал врачом. Вот две такие, как сказать, династии. Один выбрал медицину, а двое наши выбрали. По моим стопам пошли, точнее. Спасибо большое. Вот. В моем роду, конечно, тоже медицины не было, потому что я, мне 5 лет было, отец умер. Я остался матерь один, полусиротой, а мне старше все, стрельбующие зам за разъехали по району. И вот, когда я 3-7 класса учился, у нас курова такая была. Я его с Базбища встретил, а я, там парень деревенский, в Пехенц районе есть деревня Белерий, ну, потелка маленький, там я вырос. И вот, я встречал эту куру с Базбища, такой курова. Она меня увидит, му кричит, я за рога возьму, как наверху сяду, и до дома. с этим куровой. И вот однажды пришел и встречать кровы нет. Матерь сказал, искать не нашли. Второй день или на третий день нашли место забоя, короче. Украли кровы, забили. И вот тогда мне матерь спрашивала, как ворами заниматься? Кто занимается? Я же маленький, она говорит, милиция. Ну, я и решил встать. До того, обидно было, стукнулись, на виду этих воров. Уже мечта была стать миссиейра. Ну, это детки. Через месяц все это забылось. Я любил книги, считаю, старший класс, я здесь сам учился, в библиотеку ходил. Попался мне книга «Сержант милиции». Автор уже не помню, почитал, тоже важные мысли. Наверное, надо идти служить людей. Потом армия, после армии пришел, в армию, когда служил, мне попалась книга Левшинина, записка следователя. Я пристал эту книгу, уже конкретно решил стать следователем. Я после армии пришел, демилизовался, на второй день пошел, в учет встал, ради военкомат, иду, там женщина идет в министерской форме, капитан. Она оказалась заместителем начальника милиции. Разговорились, я говорю, так, и так, хочу стать, служить в органах внутренних дел. Она говорит, завтра приходите, через армию получил направление служить в органах внутренних дел. И все, меня сразу медкомиссию, медкомиссию закончил, отправили учебный центр, тогда шестикурсочный центр был учебный, в армии тоже. попал семнадцатый учебный взвод, там казарь на положении, ну, как в армии тоже, дежурство, патрульные посты, я сказал бы, шесть месяцев курса закончил, мне направили опять пехе, и вот я начал там помощным дежурным. Эти курсы назывался младший начальник состава, ну, это сержантская школа, если в армии. Вот я начал там работать, а работа, конечно, я понравился, здорово. то у меня там, поскольку я сержан, ну, такие мелкие кражи велосипеда, кражи там, туфли, кражи там, ну, мелкие такие кражи, вначале меня начал поручать, я вижу, что мне нравится работа. Ну, потом, через год, поступай в школу милиции, хочешь уже артистером, движешься, все решился. Заводшином поступил в Томский университет, в юриспруденцию, и мне перевели на сердце должность, и стал работать следователем, следователем работал, старшим следователем, начальником следственного отдела, на пенсию ушел в синдральный аппарат МВД в крестном управлении, ослужил, отслужил 27 с половиной лет, и там служил в полковнице в полковнице, и вот, сейчас нахожусь в услышанном отдыхе, ну, конечно, я отслужил, после этого тоже работал в этой теме, заместительный председатель администрации, работал 10 лет, а потом ушел, сейчас уже занимаюсь общественной работой, являюсь сейчас председателем Совета ветеранов и генского жена, там работал тоже общественная работа, подглавлял общественный совет Кожуна, ну, пока общественная работа еще, скоро уже 70 лет, так что я думаю, что у нее склад нашего правоохранительного деятельства Кожуна и республики, и дети, ну, конечно, дети воспитывала моя супруга Амгелина Вячеславина, это его заслуга, вот таких детей, что она воспитала хороший город, дети нас не забывают, праздники приезжают, поздравляют, семейная традиция, приезжаем, на пирог доедем, отмечаем любви, семья, в общем, дружная, гензинская, хорошая, 5, правда, его нет, он тоже начальник полиции, которая не работает, сейчас там ходят служные командировки в течественские республики, направили в службу и вот получилась такая медицинская династия. Действительно, это очень здорово. Скажите, пожалуйста, вы как родители, как вы восприняли новость о том, что ваши дети собираются работать в структурах? Ведь эта работа действительно связана с некоторыми рисками, верно? Как вы восприняли? Ну, очень сложно. Вот я возьму слово первое. Знаете, когда она же все-таки девочка, девушка окончила институт и решила приехать сюда поддержать свою бабушку, ее отправили сразу работать в район. Вот год она отработала у нас в пехемии, все равно было тяжело, понимаете, переживаешь, она месяц привыкает, настроение у ребенка меняется, жилье то холодно, то, ну, вы сами знаете, да? В общем, трудностей очень много было. На второй год ее отправляют в Улуххем. На Улуххеме два года отработано. Четыре с половиной. Четыре с половиной. Вот видите, я приезжала каждое лето, я здесь не жила. Я жила под Казани, в Вешкарле, поэтому меня здесь 25 лет не было. Когда я приезжала летом, посещала ее, я думала, ужас, боже мой, ну вот как так? Целый день на работе. Я приезжала к ней, я видела ее там, когда она приходила, умылась, покушала, спать легла, утром просыпаюсь и ее уже нет. Потом они вместе отправились в Бару. Я стала ездить в Бару. В общем, все эти районы. Ну, в советское время студенткой я работала в Улуххеме, я там все знаю, да? Мы строили, отделывали дома, Аргузун, старый Шаганар, который затопили. Совсем, вот понимаете, даже время совсем другое. Это же они попали в самое такое трудное, тяжелое время. Ну вот я не знаю, я все-таки считаю, что это воспитание, вот спасибо маме Баира, да, за то, что она вообще воспитала такого ответственного. Нам вообще повезло. Вот мне во всяком случае с дятем повезло. Я считаю, что моей дочери вообще достался золотой мужчина. Таких уже больше в Туве не производят. Все, мы забрали последнего. Детей, может быть, в семье много, но хороший всегда один. Трудно, тяжело, что-то пытаться советовать в их профессии нельзя. Поэтому каждый день меня спрашивали какого-то совета, а я в трубку молчала, переводила разговор на другое, а потом, соответственно, подводила их сами же к решению, которое они должны принять были. Поэтому за 13 лет вот я честно могу сказать, ну, ни со стороны зяти, ни со стороны дочери никто не может сказать, вот ты нам посоветовала, и вот теперь у нас что-то не получилось. Все решения принимали сами. Поэтому вот, ну, переживали, как родители, вот как обыкновенные нормальные родители переживали. Ну, что они всегда были? Да что? Вообще у нас все хорошо. Зато вот я, знаете, горжусь еще чем? Тем, что они работали столько лет в районах, да, у них столько знакомых. Куда мы не приезжаем? Вот просто мы едем по улице на машине, все друг другу сигналят, здороваются, привет, как дела, успевают еще поговорить. Классно же. Город же у нас маленький, республика тоже. В общем, вот это вот опыт, знаете, он, ну, я так думаю, благоприятно повлиял вообще и на их трудовую деятельность. Всегда вместе, я вообще, вот не знаю, как находиться, может, 24 часа в сутки на работе, дома, воспитывать детей, находить время для нас. Я вот интересно вспомнил, отмечали день милиции в стране, какой год был, не помню, как это, 2010-м. 2010-м году, да. Ну, там, естественно, ветерана пригласили, и вот моя ненависть, когда они переехали, тогда только с окончания, и почему-то я на нее посмотрел, и мне трутится, что-то ехало, такое, значит, чувство какое-то, ну, на интуиции такое возникло. Сначала там я, наверное, ехало. Вот все-таки арсовская такая интуиция есть, да, что она будет друг встанье есть, почему-то мысль такой, быстро, я прошел, а потом точно оказывается, познакомились. Я тоже историю расскажу. Ну, Татьяна, я не договорил, она закончила Саратовский институт. Юридический приембудет, да. Теперь криминалист в 2010-м году, когда она закончила, приехала в сентябре месяце, я в это время был на повышении квалификации в Барнольевском институте. И вот мне моя сестра звонит, говорит, приехал новый эксперт, ну, я думал, парень приехал, ну, что, как, он нормально работает, ну, там, поговорили, нет, там, девушка, говорит, я такой, он, хорошо, ладно, говорит, приеду, познакомлюсь. В общем, приезжаю через какое-то время, и, ну, мы, каждый год у нас же институтаж проводится, пятиминутка, как оно так называемое, ну, и мы с сотрудниками стоим около здания милиции, и вот Таня идет, и сразу, вот, потому что отец говорил, ёкнуло, и у меня что-то ёкнуло, я с ней поздоровался, она даже мне в ответ со мной не поздоровалась, не повернулась, да, и мне это немножко задело, и вот, может, с того времени я начал, ну, плавно ухаживать, в общем, в общем, такая вот история знакомства. А как ваш будущий муж за вами ухаживал? Расскажите, пожалуйста. Это интересно. Очень красиво ухаживал, очень долго ухаживал, настойчиво ухаживал. Я уже работала тогда в Шаганале, когда он еще в Туране работал. Так получилось, что меня перевели в Шаганаж. После сокращения, когда из милиции перевели, и нас начали сокращать, и вот меня перевели в Шаганар. Он мне отправлял красивые букеты через дежурных, оперов, там мне погромко говорили, Татьяна Сергеевна, спуститесь, вам опять подарки. Ну, вы просто спуститесь, вам опять подарки. Каждый день у меня были цветы, медвежаток, там, много-много всего. Красивых, сладостей, да. постоянно. Не все завидовали в Шаганале. Я самая завидовала. Да, что такой парень ухаживает. Я такая, да зачем он? Да зачем он? Я для себя лучшую, но оказалось, мне самый лучший. Добились. Да. Николай Халович, скажите, пожалуйста, как вы познакомились со своей супругой? Была ли романтика, как у ваших детей? В общем, тоже очень интересная такая. Я в 79-м году в Таран приехал, холостой парень, 20 лет, 21 год. Иду с друзьями по улице. Знаешь, такая песня из «Муллерамбова» «Случайность». Типа, это моя любимая песня, потому что, когда эти фильмы всегда вспоминают, как мы познакомились. Чисто случайно. Иду с друзьями в улице, двуэтажные дома есть на стороне. Не по улице, со стороны двора иду, возле лета была, окно открыто, сидят девочки. Там разговаривают молодые девочки. Я там друзья, о, какие девушки здесь, смотрите, ребята, красавица. Я иду, пошли, пошли дальше. И посмотрю, посмотрю, а там такая сичто, ой, я смотрю, не знал-то я. Я только решительно был, не знакомый, думаю, здравствуй девушек. Они, конечно, молодые. О, ребята, здравствуй, сверху, здравствуй. Можно вам зайти? Я думаю, не надо, не надо, зачем. Нет, я зайду, все-таки зашел, там девушка сидит. Здравствуй, разговаривают, откуда такие, симпатичные. Мы, говорили, с Бурятии приехали, закончим МИД училищ, нас туда отправили. Когда приехали? Вчера приехали. О, а вы, Бурятия я ни разу не видел. И вот сразу от Галинии, его по Бурятию лазы зовут. Через год положил на него. Глаз положил на него и начал ухаживать. Тоже прихожу. Следственное, получается. Тоже через год они поженились. Там ее землячки были двоек. Чуть-то тут говорили, зачатился к нам заходить. Ну, все, через год мы поженились. В 80-м году в сентябре была свадьба у нас. Две свадьбы сыграли вот там, бурятицы сыграли, и сыграли. В общем, такая интернациональная семья у нас получилась. Да, действительно. И у нас 44 года живем. А я теперь поняла, откуда романтика поиграла. Это национал. Нет, все очень просто. Смотрите, Туву в советское время строили люди, которые приезжали по саморским путевкам. Да, да. Поэтому наши родители здесь познакомились. Почему в Агдавураке? Потому что там строили комбинат. Там познакомились, например, мои родители, да, родители моего мужа. Все, здесь ваши родители. Единственное, у нас только это, Бурятия. Ну, мы сразу на Бурятию в глаз положили, потому что там Байкал, самый большой ватайом, пресно. У нас соленые озера, да. Там пресно. Там мы такие, да, многонациональная семья. Да, у нас семья, в общем, интернациональная семья. Когда дети говорят, кто я под национальностью. Да, я сам, по сути, когда мы служил, в армии много ребят служил, там, Таджик, Узбеки, Кирилл. Вот, Тувинец, я один был, один казар, один по одному. Потому что я почему-то такой патриот был, в общем, интернационализм. Никогда не различал все. И друзья, сейчас до сих пор и армяне есть, и грузины, и всякие. За жизнь много друзей у меня. И все, все разные национальности. И даже пикер, я начинал родить пикер. Что интересно, мы очень интернациональный родил. Служили русские, украинцы, туринцы, хакасы, вовиаты. Чеченец тоже один служил. Потом этот, Гагаус, такой, знаете, Гагаус. Гагаус. Я, к сожалению, нет. Такой-то уж уж уж. В общем, только и семья интернациональная, и коллектив интернациональный был. Пить хочешь? Я тогда молодой был, просто выиграл комсомольской организации, комсомольской организации. И вот ребят собираю, все интернационалы. Едем. Если грузин, у меня ремен, то он готовит шашлык, тувени, дзихан, все национальные. Вот такие, очень интересно было сейчас, ползина и молодая. Почему, думаю, я в советское время родили, воспитанный дух интернационализма, патриотизма. Поэтому мне, до сих пор я верен остался этому. Я до сих пор никогда не разрешаю, что какой-то нафиг, какой-то. Наши дети спрашивают, кто я по национальности, я им всегда говорю, давайте будем считать. 50% того, 50% этого. Помешали, поделили на 4, получается 25% этого. Так я вообще, кто по национальности? У тебя, папа, кто по национальности? По паспорту. Все. Значит, такая у тебя национальность. У меня тоже, мне про бабу, за татаркой. Про бабушку за татаркой. А что там, я-то вынес, сын, там, бурятская кровь ему течет, русская кровь течет у внуков. Можешь, у меня? Это действительно... Скипов. Это действительно, это действительно очень интересная и красивая история становления вашей семьи. Собираемся, но мы тоже, в Бурятии тоже часто едем. Я говорю, да, там, тоже родственники. У них династия, у них вся семья учителя, сестры, все учителя, братья учителя. Вот только одна выбрала медицину. Но все равно наши вот дети, Баир и Таня, они вокруг себя сейчас аккумулируют всех нас. Поэтому наша сестра, ой, семья приросла. Вот, ну, с одной стороны, мы, вот, Петровы, да, получается. У нас все больше и больше становится. Потом наши дети вырастут, наши внуки, да. И стали мои дети же семеря. По стопам родителей были. Семер внуков уже у нас. Семер. У меня всего два внука. Семер внуков. Ну, я, конечно, горжусь своим детьми, что они выросли, такие достойные люди. Действуют, достойные люди России. Вот, я думаю, что иногда сейчас деньги вспоминаю, думаю, то, что трудности же было у нас. Двухтыр, с лишним год, переходный, Советская Союза развалился, зарплаты не давали, милиция, зарплаты уже не было. Девять месяцев, зарплаты, это жили. Пришлось мне переодеваться на гражданскую рабочую форму. Пилирую, дрова, таксовал, деньги заработали. Детей даже надо кормить. Один знакомый меня, Трупулыч, обонял, я правда мясо доставал. Ну, все, дружности пережили мы. Ну, зато я тоже служил, верно, сколько за своей родине, родина не забыла моих заслужений. Дали звание заслуженного Содорцевого Мостынгел, учетным ветераном Меды России, ну, и ветераном, да. На самом деле, видите, все заслужили награды у меня на родине. Кстати, о наградах. Расскажите, пожалуйста, вижу, у вас очень много наград и медалей. Да, знаете, очень много награды. Нет, вы просто спросите про мои награды. А, конечно. Вам интересно? Да, конечно. Ну, я тоже в образовании не один год, награды у меня были, ну, вы сами понимаете, у нас награды, там, почетный работник образования Российской Федерации. Так вот, по приезду меня ограбили спустя три месяца. Воры залезли ко мне в дом, как раз воры были пять парней из-за гавурака, и вот они забрали именно мои награды. понятно, что, ну, они красивые, в коробочке, блестят все. Но потом, наверное, посмотрели, что, ну, что это такое заслуженный работник сферы образования. Благодаря, опять-таки, сотрудникам полиции. Наталья Викторовна звонит, я как раз был на дежурстве, ответственного от руководства. Наталья Викторовна звонит, ну, и с таким этим голосом, появилась здесь такая ситуация, говорит, я говорю, что случилось? У меня, говорит, в дом вороз залезли, говорит, я говорю, да ну, ну, вот, в общем, я выехал, организовали, ну, в общем, следственная оперативная группа приехала, провели осмотр мастер происшествия, ну, в общем, не сразу, конечно, раскрыли, но потом, через две недели, через две недели мы раскрыли, там, в общем, подростки, были подростки, и были уже совершеннолетние, группа лиц с Агдаурака, которого орудия... Целая банда, представляете, столько людей в городе, 14-й годы, в общем, да, раскрыли, в общем, вещественные доказательства были возвращены, вот опять же, есть судьба, потерпевшего, спасибо, да, спасибо, вообще, я говорю, сколько раз вот сталкиваешься, ну, по работе, полиция, ну, это реально, это та сила, да, хотелось бы мне только попросить, для всех полицейских, чтобы в сутках было, не 24 часа, а хотя бы 26, чтобы они чуть подольше спали, больше отдыхали, находились со своей семьей, потому что их так становится все меньше и меньше, количество вот наших полицейских, город растет, а полицейских меньше становится, поэтому вся работа вот на плечах молодых. Байерма Николаевна, скажите, пожалуйста, почему именно работа в полиции, почему вы решились на этот шаг, и чем вас привлекла эта профессия? Ну, вопрос в выборе профессии, он не вставал никогда уже с малых лет, как вот мой отец сказал, так же я одевала форму отца, так же очень привлекала форма, очень привлекали звезды, и когда послушаешь вечерами историю отца, о том, что справедливость все-таки восторжествовала в каком-то деле, в каком-то преступлении, и уже с малых лет уже было понятно, кем я стану в будущем. Да, конечно, творчество меня тоже привлекало, но больше привлекали звезды, красивые звезды на погонах. Окончу школу, 11 класс я поступила на юридический факультет, окончила успешно и начала карьеру уже в должности следователя в городе Туране с сентября 2006 года. Я отработала практически 14 лет, ушла на заслуженный отдых с должности старшего следователя, и все это время я отработала в городе Туране. Там же я познакомилась со своим будущим мужем. Спустя 7 месяцев, как я пришла работать, мы с ним пересеклись, Петров Роман Сергеевич. Его поставили ко мне в качестве помощника по уголовному делу, и так мы с ним познакомились. Спустя год мы поженились, а вот у нас трое замечательных детей. Старшая дочь Арюна. Здравствуйте. Окончила 9 класс, 15 лет. Сын Руслан, 9 лет. Окончил 3 класс. И младший сын Рустам. Ему будет 3 года. И посещает детский сад. Муж, Роман, Петров Роман, работает сейчас в должности начальника пункта полиции номер 7 в городе Туране. Но в настоящее время он находится в служебной кондировке в северо-кавказском регионе. И, как я полагаю, он очень красиво за вами ухаживал тоже, да? Да, было дело, конечно. Конечно, больше всего меня в нём зацепили такие качества, как, прежде всего, верность своему слову, надёжность. То есть, если он что-то сказал, он обязательно это выполнит. Ещё мне больше всего, что мне понравилось, это тактичность. Потому что наша профессия, мы же работаем с людьми. Прежде всего, разговаривать с людьми. Когда случается какое-то горе у человека, он же в первую очередь бежит в полицию. В тот момент ещё в милицию. И когда человек на эмоциях, иногда бывает сложно разговаривать. И вот мой муж Роман, он всегда умел и умеет контролировать ситуацию. Контролировать свои какие-то эмоции и принимать какие-то правильные решения. Вот это больше всего зацепило меня в нём. Ну, конечно, и конфетно-букетный период, когда в служебном автомобиле вдруг возникают букеты цветов из ниоткуда всё. Это тоже было такое, да, романтические случаи. Были такие. И вот мы уже 16 лет вместе. Работа адвокатом? Да, я на заслуженном отдыхе ушла с полиции. А в настоящее время являюсь адвокатом, работаю в коллегии адвокатов правовая помощь уже четвертый год. Помогаю теперь людям с другой стороны. Как я вижу, на службе есть место романтики. Да. А без этого никак. Без юмора, без романтики в этой профессии никак. И свидание есть тоже. Да, и свидание есть. Романтичные, на смотрах места происшествия. У нас первое свидание было такое, на смотрах места происшествия в городе Туране. Как это было? Ну, в общем, коротко, без таких подробностей. Находился опять же на дежурстве. Поступает вызов, что у нас на Туранском кладбище лежит... Труп. Да, без признаков жизни. Ну, в общем, выезжает следственная оперативная группа. Ну, тогда, что... Никого не было. Да, в Голоноросск уехал. Я находился, я как участковый, ну, и вот, эксперт. В общем, мы вдвоем поехали. Приезжаем. В общем, да, действительно, там тело мужчины было без признаков жизни. Ну, в общем, мы все оформили. Ну, и надо же вывозить это тело-то. Мы все оформили, дежурному позвонили, сказали, все, вывозите труп. Ну, то есть, машину ждем, чтобы вывезли. А был июль месяц, жара стояла. На кладбище, считай. Ну, и сидели, сначала сидели, сначала стояли. Стояли, стояли, потом устали. Часа четыре мы стояли, ждали машину. Дежурный, говорит, машина уехала в другой район, поселок. Ждите, говорит. В общем, постелили куртку и легли вдвоем рядом с этим трупом. Ну, в общем, это такая вот история. Загорели. Да. Через какой-то... Да. Пьющих мужчины поминали кого-то, они там на кладбище. А тогда у нас... Они аж отрезвели увидеть нас возле трубок. Да, да. У нас милиционеры лежат, и здесь рядом с трупом. В общем, такая история. Кто кого, да? Да. Они аж немножко потрезвели. Такая вот история. После этого мы начали общаться с ним. Да. История такая, как он сделал мне предложение. Было лето. Я была на осмотре места происшествия по обнаружению наркотических средств. Сижу, я заполняю протокол осмотром места происшествия, и подходит мой будущий муж, Роман, и говорит, слушай, а может мы поженимся с тобой? Я говорю, да, очень романтично ты мне предлагаешь выйти замуж, когда здесь следственно-оперативная группа, и мы изымаем наркотические средства. Я говорю, давай мы все-таки закончим сначала оформление документов, потом мы с тобой поговорим. Вот такое было предложение. Неожиданно, да? Неожиданно, да. Еще один такой очень важный вопрос. Имеет такой график работы. Постоянно вы находитесь на рабочем месте, сутками напролет. Как вы умудряетесь, так скажем, находить время для воспитания своих детей? Как вы находите это равновесие? Это очень сложно. Это очень сложно. сложно. Вы не поверите, как сложно. Нас все время могут вызвать и в 5 утра, и ночью поднять, и в любое время. Вот у нас бабушка есть, которая нас спасает по любому звонку. Она как полицейский работает. Мы на службу, она к нам. То есть если по трехе поднимают, она уже знает, что у нас тревога. Да. В ночное или утреннее время. Предупреждают накануне. бывают и не предупреждают. Всяко бывает. Ну да, если бываешь на работе, очень часто задерживаешься на работе, дежурствуя, соответственно, выходим из положения либо Наталье Викторовне, либо брат у меня старший тоже. Иногда выручает, если тоже сам не на дежурстве находится. Ну, так бывает, что выходим, куда деваться из положения. Больше никак. Анна, на что вы обращаете внимание при воспитании своих детей? Главное, чтобы были честные, добрые. Да. Честность и порядочность. Самое главное, честность. Чтобы даже нам не боялись ничего сказать. Пускай будет это плохой поступок на сегодня, но он скажет о нем честно и правду расскажет. А завтра мы с ним поговорим об этом, и завтра он уже это не допустит и никогда больше не сделает. Мы стараемся так, пускай лучше все нам рассказывать, чтобы мы все знали о своих детях, что происходит, как происходит. Еще мы часто в своей семье говорим, чтобы они были достойными гражданами своей страны, именно России. Развиваем патриотизм к своей родине, чтобы потом уже, когда они повзросили, они передавали ценности семейной и какие-то другие свои ценности уже своим детям. Мы считаем это тоже один из главных признаков воспитания детей. Да, действительно, то, что... Традиции должны быть у вас свои. Добрые дети. Почему дети добрые? Потому что вы их любите, вы всю любовь им отдаете. с детства слышал всегда... Так как мы видим их редко, наверное, поэтому мы очень много любви своим детям даем. Мы находимся с ними такой короткий срок, вечерами, допустим, или там выходной у нас. Мы поехали, допустим, на прогулку, или там вышли в огород. Там у нас огород, конечно, большой есть. Каждый занимается своими делами. Дети кормят куриц, допустим. Ходят, помогают, поливают. Вроде такие мелочи кажется, но мы все вчетверо вместе, мы друг другу вместе помогаем, все делаем, и дети всегда с нами участвуют в этом. Я бы хотела еще отметить, я не знаю, хобби, увлечение, может быть, как вообще полицейские могут иметь хобби, да? Нет, у нас нет хобби. А у них есть хобби, представляете, Баир все своими руками делает. Вот приду, Таня мне говорит, вот это Баир сделал. Я говорю, ну, я-ка сфотографирую, потом на работе всем смотрите, это Баир сделал. У нас Баир вообще все делает руками. Он даже грядки, самые ровные грядки, это у меня в Богородии. Лучше мы их грядок ни у кого нету. И все мой муж своими руками, он ночью, я ему свечу фонариком, но мы делаем грядки. Может быть, поздно, мы таскаем землю, ну, нам привезли землю, мы ее таскаем, темно, но мы таскаем землю, и дети нам помогают ведерочками маленькими, но они нам помогают и таскают уже землю нам в грядки наши. Да, был случай такой, Баир собирал, значит, потом его оставили одного, после работы, после смены заходим, он спит, шкаф собрал, Баир спит, дело сделал, отдыхает. А Таня тоже вот ночами вот картины, если потом посмотрите, да, вот она сама рисует. Ну, мало того, что там она вяжет, шьет, она еще успевает рисовать. Тима у нас алмазной мозаикой занимается. Нет, он тоже рисует. И рисует, да. Нет, я вот просто говорю, когда я вот приду, я прихожу домой, мылась, похоже, спать. Ну, я такой же человек, но когда они-то успевают это делать, вот в чем вопрос. Вот касаемо этого вопроса, когда вы не на работе, когда вы находитесь дома, распишите, пожалуйста, ваш распорядок дня. Чем вы занимаетесь? Помимо вышеперечисленного, может, ездите куда-нибудь отдыхать, если ездите, куда любите отдыхать, ездить? Да, мы во время отпуска, если отпуск нам любим ездить, да, если нам предоставляется, предоставляет отпуск, как бы два сотрудника, если нам не совпадают. У нас тоже так тяжело, как бы, что он совпало. Бывает такое, что не совпадает, но когда это совпадает, мы стараемся выезжать, вместе с детьми, вчетвером ездить, путешествовать. Четыре года назад мы выезжали на море, ездили по путевке в санаторию МВД России, выезжали на море. В том году получилось так, что мы вдвоем с супругой выезжали в Санкт-Петербург на отдых. А так, да, стараемся четвером. Каждый год хотя бы раз в год куда-нибудь вместе съездить, отдохнуть, детей свозить. Да это они скромничают. Это они скромничают. У них два дня каких-то выходных нарисовались, их уже нет. Они то в Новосибирску ехали, то в Красноярску ехали, то в Бакану ехали. И вместе, я говорю, с ребенком, например, с одним, со вторым, все успевают, отдыхают на озеро, в соленом озере покупаться, здоровье свое подлечить. да? Да, ну, получается так, если мы выходной день, воскресенье бывает, на велосипедах катаемся, на велосипедах, по велодорожке, да, традиция. На мотоцикле катаемся. На мотоцикле катаемся, да, вдвоем. Вдвоем. Ну, без детей, конечно. На велосипедах вместе катаемся, а на мотоцикле вдвоем катаемся. Ну, как бы, да, времени, конечно, мало бывает. Водим детей в центры детские, ну, как все, наверное, обычные родители, в парк. Ну, я не знаю, как все, обычные нормальные родители в кафе посидеть. Ничего такого особенного. С вашего позволения, я задам вопрос вашим детям, внукам, внучкам. Дети, скажите, пожалуйста, какие ваши родители, какие они, много ли требуют от вас дисциплины? Что вы любите с ними делать? Что вы вместе любите делать? Скажи. Ну, скорее всего, я начну первую. Самое первое это то, что в нашей кругу в семье, ну, когда мы собираемся, бывают такие случаи, мы очень любим играть в настольные игры. Собираемся вечерами, играем, можем где-то пошутить, где-то, ну, поддержать в трудный момент. Самое главное, как по мне, моей семье это поддержка. Моя семья очень сильно меня поддерживает, особенно в трудный период у меня, к примеру, в этом году, когда я заканчивала девятый класс, я сдавала ОГЭ. Самый сложный период для меня была зима. Очень сильно у меня были истерики, то, что я ничего не сдам. Но моя мама, переживание, да, переживание. Моя мама сводила меня на путь, то, что я все сдам, у меня все будет хорошо. Вот дедушка, бабуля, тетя, дядя, все меня сводили, то, что я вот все хорошо у меня был. Конечно, уже после сдачи всех экзаменов у меня все хорошо, они были правы. Ну, еще раз повторюсь, это главная поддержка. Самое главное, это поддержка близких в нашей семье. А родители, какие они? Насколько они строгие? Вот, очень интересно. Тима, какие у тебя родители? Ты расскажи. Нормальные. Спасибо. Нормальные. Если я ничего не понимаю, но они бывают немного строгие. Правильно, без этого вообще не так. Честно, правильно. Все. Все, все. А те любят тебя, любимые? Мне кажется, всегда все семьи любят своих детей. А тебя вечно-то. А меня лично очень сильно любят. Любят. Как и моя Ассоль. Да, когда Ассоль появилась, ты всегда говорил, что у тебя меньше стали. Мама. Часто все нормально. Да, все нормально. Хорошо. Маменька. Что за нормальный? Это самое главное. Столик. 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 А вот еще что? Что ты можешь сказать о своем папе, о маме? Ну, я когда был маленький, мама еще у меня в полиции работала. Она ездила всегда с папой в полицию, а меня устреляли в бабуле. Ну, бабушка, дедушка. Потом они приезжали со мной. Я еще был как в Санкт-Петербурге, они забирали девушку, и я кричал, что не хочу уехать, хочу, чтобы меня забрала мама. А мама была на работе? Да. Да, бабушка Ангелина, там же, вот вы сами понимаете, что это самый главный у нас человек в пехемии, потому что там три внука, и она, у нее утро начинается, внуки, обед внуки, вечер внуки. Она вообще, она у нас рукодельница. Вот пироги, например. Предлагаю попробовать. Очень вкусно. За ними руками сделали. И что касаемо семеро внущат у нас? Внуки заболеют. Куда мы сразу все звоним? Ангелине, дышим. Да, да. Какое лекарство необходимо дать? На нас уже нам отдыхи сейчас, и мы много путешествуем. Были в Китае, в Вьетнаме, были. Были в Улан-Баторе, еще в Таиланде были еще. Этот год собираемся в Корею. Вот так вот живем. Я проработала 43 года медицины в Пехемской районной больнице. Сейчас Коженой больнице называется, да? По направлению в 78-м году, нет, в 79-м году. Да, в 79-м году приехала. У нас было 13 девочек мы приехали в Бурятии по направлению. и это я одна осталась в Туе. Одна девчонка в Агдовраке была замужем, разошлась, через год уехала. И еще одна девчонка год проработала, тоже уехала, не понравилось. И вот я осталась тут. Живу уже 44, 44 года. Хорошо, что остались, пустили к уровню, поэтому теперь проработала участковой медицинской сестрой в Туране, ветеран труда. Да, вот то, что мать у нас Бурятка, мы сейчас тоже активно у нас в городе Козырь, вообще в республике, тоже проходит землячество Бурятов. Ну, так как я полубурят, полутуинец, мы с супругой ходим постоянно на землячество это Бурятское. тоже очень много знакомых, очень, ну, подружились там, конечно, и вот общаемся теперь с Бурятами, тоже, которые у нас проживают в республике Товы. С вашего позволения вопрос бабушкам и дедушкам, насколько вы довольны тем, как ваши дети сейчас воспитывают ваших внуков, внучек? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Да. Вот я теперь с точки зрения бабушки понимаю, что моя дочь и мой дядь строго воспитывают детей, я бы, например, их больше баловала, а потом неужели я сама так воспитывала детей, да? Я же понимаю, что это какая-то мелочь, а потом сама себе говорю, так, стоп, мелочи, потом, они же как кирпичики, быстренько обрастут, и непонятно, что мы там, кого получим, выпили, поэтому я так это периодически себя останавливаю, я вообще довольна всем, ну, чуть бы помягче, чуть помягче, они же все-таки дети еще, детство один раз в жизни, потом они повзрослеют, смотрите, каждый же ребенок торопится, быстрее бы школу захочет, потом институт, создать семью и так далее, и не понимают о том, что каждый этап жизни он проходит, потом вернуться нельзя, в душе нам всем там 15-16, а по факту уже 35-40, да, 50, поэтому, вот я говорю, сутка, пусть будет не 24, а 26 часов, пусть дети больше будут заниматься воспитанием своих детей, больше им внимания уделять, а так все хорошо, как вам? Ну, я тоже человек, я знаю, характер строгий, я всегда, потому что я полсиротой, все выглянуто, все плеча, в детстве, раньше у нас в деревне света не было, уже первым, вторым глаз, умел варить суп, чай ставить, печку растопить, расколоть трава, сложить, вот, когда уже взрослые, свои дети, я всегда держал строгости, я не курил, дети мои сны, дети вообще не курят, и в жизни меня не такой привык, ни в жизни не было, даже, с молодости, на этих маленьких, да, было спиртное, а сейчас уже лет 15, я уже бросился это дело, занялся, вести здоровый образ жизни, как дедушка, должен показать пример своим внукам, чтобы они вредны, привычки, что у них не было, стараюсь их воспитывать, мне сейчас внуки, их маленько строго держу, мальчишек имею в виду, а девушек я люблю, и ласкаю, девочки, они хорошенькие такие, но они, конечно, в основном, бегает бабушка, бабушка нас, балует, балует, летвечет к ним, да, я строго, все, мы думаем, что мы недолюбили, да, хочется немножко еще, деньги надо мне зарабатывать, иди, он говорит, пол по-моему, или, я тебе соберу, они не подходят, они бабушки, так что я всегда, надо их, конечно, баловать, или не надо, но строгость тоже, ну, конечно, приемок, ну, потому что я сам, вот, сейчас же вижу, и этот, какими дети выросли, значит, я, правильно воспитывал их. Так как вы интернациональная семья, у каждого народа есть свои традиции, свои обычаи, вот, как вы совмещаете все это, расскажите. Да, действительно, у нас очень такая интернациональная семья, я расскажу, наверное, мы совмещаем все вместе, особенно я, во-первых, здесь все сидящие, наверное, даже так не совмещают, как я это совмещаю, по роду своей традиции, ой, профессии, так как был заместитель начальника полиции по охране общественного порядка в городе Козыле, сейчас, конечно, пошел на повышение в МВД по республике Талах, и вот, когда был на предыдущей должности, ну, сами понимаете, охрана общественного порядка, это всегда праздники, все мероприятия, все мероприятия, я везде участвовал во всех мероприятиях, начиная вот, говорю, что шага, я участвовал везде во всех мероприятиях, что православные праздники, Пасха, там, что у нас еще, крещение, радовница, порой даже у меня супруга не посещает столько церковь, как я посещаю, я бываю говорю, почему ты не идешь, говорю, на ту же Пасху, да, когда вот православные отмечают у нас светлую Пасху, они же ходят в церковь, она говорит, не, я лучше дома посплю, с детьми побуду, хотя бы дома посижу, можно, пожалуйста, я говорю, ну ладно, я пошел, отмечу за вас, говорит, за всех вас, говорит, ну и также наши традиционные праздники, шага, ну везде, на адом, обязательно везде, на скачке, везде мы все праздники посещаем, обязательно, ну не только, если даже он не работает, мы все равно собираемся, вместе едем, да, в хуры ходят, Таня с Ассолью, Ассолью Крещеным, да, ну и помимо работы мы и дома так же собираемся, так же в кругу семьи, когда время есть, конечно, и так же отмечаем в кругу семьи, все праздники отмечаем, ну не рождение, стараемся отмечать дома, чтобы собрать всех родственников вместе, допустим, да, вот все, вот когда у супруга день рождения, обязательно всех родственников к нам приезжать, а праздники, да, вот мы считаем, чтобы собраться в большом кругу семьи вместе, посидеть, ну дети к нам приезжают, бабушка, национальное бурятское блюдо, особенно она любит, вот эти бурятские пузы, очень вкусно, да, мы вот, да, они все приезжают, бабушка, мама, обязательно, Звонят, будет поздно, обязательно Также мы Бурятский с Агалгом отмечаем Тоже, как же я уже говорил До этого, что мы с землячицем С Агалгом Отмечаем шага Потом отмечаем Ну, в общем, так вот Ну, масляницу ко мне Да, у нас можно и сюда съездить И туда съездить И сюда съездить Хорошо тогда? Да, Баир у нас еще Скоро ничего не рассказывает Но он нас освоил все этапы кулинарии Он нас очень хорошо готовит Сделал себе, вот оборудовал Зону барбекю Шашлыки жарит Очень вкусный плов готовит Борщ варит Борщ варит, да Рыбу там С какими-то овощами В общем, иной раз Мы постоянно, когда приезжаем, что-то новенькое пробуем Сегодня мы тоже его уговаривали Чтобы он затопил Но говорит, что времени у нас не будет Чтобы приготовить и вас угостить В следующий раз приедем И у вас обязательно угостим Заезжайте теперь Знаете, где мы живем? Да, мы без гостеприима Вот этот дом тоже расскажу Мы жили в квартире Жили в трехкомнатной Нет, мы Не сначала Мы скитались долго по районам По съемным квартирам Мы все это прошли У нас не было ничего своего Ни ложки, ни вилки Ничего своего не было И тут мы приехали Наконец-то перевелись в КЗ в 2018 году И начали жить в квартире И начался ковид И все Я говорю, нет Надо переезжать на землю В четырех стенах сидеть невозможно И после этого мы решили построить дом В общем, вот в этом доме мы Два года назад построили этот дом Вот который сейчас Мы его поставили еще Достраиваем Спасибо большое, что Пригласили нас в свой дом Познакомились со своей замечательной семьей Ну а я с вами прощаюсь Всего вам доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин